Здравствуйте, коллеги! С вами Исяков Роман, компания Admirals и рад приветствовать вас в нашем новом видео. Сегодня понедельник, поэтому мы традиционно обсудим, что у нас произошло в неделе предыдущей, какие важные события будут в фокусе внимания на этой неделе, ну и также разберем ключевые события, например, те факторы, которые сейчас влияют на возможную коррекцию и также поговорим об одной из компаний, компании Pfizer, которая может выйти в лидеры с точки зрения поставки и производства вакцин, что безусловно может отразиться позитивно на выручке компании, ну и соответственно на ее акциях. Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам нравится, вопросы, как всегда, оставляйте в комментариях. Итак, первое событие, на которое хотелось бы обратить внимание сегодня в понедельник, это данные по рынку труда, которые были опубликованы в минувшую пятницу, non-farm payrolls показатель, который публикуется каждую первую пятницу месяца, и здесь есть такие несколько противоречивые данные на текущий момент, которые могут нам подсказывать о некоторых темпах замедления восстановления рынка труда. Ну, во-первых, в августе было добавлено 235 тысяч новых рабочих мест, вместо прогноза, который ожидался на уровне 720, это уже меньше, чем было предыдущие месяцы, да, июнь-июль, но тем не менее, то данные вышли еще несколько хуже. Сам уровень безработицы подупал с уровня 5,4 до 5,2%, сектор досуга, да, и гостеприимства, он, это тот сектор, который наиболее всего пострадал как раз от коронавируса, да, в 2020 году, и, собственно, тот, та часть, которая восстанавливалась быстрее, вот там сейчас наметилось некоторое замедление. Ну, и средняя зарплата тоже выросла на уровень 4,3%. Собственно, здесь, если резюмировать то, что произошло и то, что может как раз отразиться в дальнейшем на рынках, это то, что мы видим определенное замедление. С одной стороны, это связано и с новыми, то есть, во-первых, то, что уже безработица фактически, ну, плюс-минус восстановилась, то есть туда, куда хотели, да, сейчас уровень меньше 6% на текущий момент. И, собственно, вот те всплески, да, которые мы видели в течение всего года, они сейчас подупали. Ну, собственно, подобное падение мы видели также в апреле, затем мы видели восходящий тренд, собственно, последний, который был в июле, это 1,1 миллион новых рабочих мест, который был добавлен. И вот те данные, которые опубликовали как раз за август, 235 тысяч рабочих мест. Собственно, здесь как раз наблюдается замедление по разным сегментам, да, из которых складывается это значение, да, то есть и там обучение, и люди, которые заняты в складских работах, сервис, да, сервис и многие другие. То есть по ним всем есть определенные замедления. Собственно, здесь пока вот то, какой вывод, да, ближайший можно из этого сделать, то, что, скорее всего, это может отразиться на политике сворачивания КУИ, да, о котором говорили, возможно, который может произойти в сентябре. Вполне вероятно, что на основании этих данных ФРС примет решение свернуть это чуть позже. Но заседание пройдет в 20-х числах, собственно, этот день будет, ну, опять же, показателем для рынка. То есть сейчас может возникнуть какая-то неопределенность, хотя, с одной стороны, мы видим то, что рынки растут, S&P показал новый локальный максимум на прошлой неделе, и, собственно, этот фактор пока остается. Но не самый, собственно, сейчас такой приятный, да, с точки зрения восстановления экономики, но с точки зрения того, что рынки могут этим поддержать, это, ну, довольно-таки неплохо. Вопрос, куда мы сможем забраться и когда мы, собственно, дальше увидим коррекцию. И важно также из того, что на сегодня, ну, во-первых, в США сегодня выходной, да, рынки сегодня закрыты, и, скорее всего, эти данные будут переварены уже завтра, да, опять же, на фоне как раз торговых сессий понедельника. В других странах. Но на текущий момент также мне попалась на CNBC, да, на статье, в которой один из стратегических аналитиков, да, говорит о том, что вероятность коррекции, она очевидна, да, то есть что она может произойти. И, собственно, в этой связи, то есть это как раз еще одна часть, которую я бы хотел еще раз проговорить, мы периодически этого касаемся, затрагиваем и в наших видео, и на подкастах. Но, опять же, здесь очень важно об этом поговорить, то, что, опять же, коррекция, она вполне вероятно может произойти, да, но, опять же, мы не говорим про коррекцию, там, 30-40%, но коррекция на 15-20%, она может быть. И, естественно, что отдельные акции могут упасть гораздо сильнее, да, могут не так сильно упасть, там, ключевые хай-теки, там, Apple, Amazon, Google. Но другие компании, которые, например, входят в тот же самый индекс S&P 500, здесь рынок просеет, там, на 15%, могут упасть и на 30, и на 40. С одной стороны, это не говорит о том, что нужно сидеть, там, полностью выйти в кэш, да, или, там, 50% вывести в кэш, но иметь какую-то подушку в виде кэша уже имеет смысл, да, опять же, мы не знаем, когда эта коррекция произойдет. И здесь мы можем попасть на то, что рынок уйдет без нас, да, эти акции, которые, например, добавлены в портфель, да, в долгосрочный портфель, они могут вырасти без нас. Но, с другой стороны, если эта коррекция случится, то, опять же, это распродажа на рынке, которой было бы интересно, что называется, поучаствовать. Здесь я хотел показать вот такой график по технологичным компаниям, да, QQQ, это ETF на NASDAQ. Собственно, здесь мы видим, что, ну, здесь статистика взята, там, с 2017 года, но, опять же, здесь сопоставляется с 200-дневной скользящей средней. Понятно, что это, ну, не, скажем так, камень преткновения, но как инструмент технического анализа, то, к чему можно привязаться на основе поиска разных паттернов и разных сигналов. Так вот, на текущий момент индекс NASDAQ на 70% выше от 200-дневной скользящей средней. Мы видели такие спайки как раз и в до-коронакризисные времена. Ну, собственно, понятно, что когда-то это могло произойти, но коронавирус стал таким катализатором. Мы видели такое в 2018 году, как раз когда перед Новым годом произошла коррекция на рынке, по-моему, она была в районе 20%. То есть сейчас мы забрались еще выше и любые как раз намеки на сворачивание, да, на повышение процентных ставок, оно может привести к этой коррекции. Вот как раз здесь может случиться довольно-таки неплохая распродажа. Опять же, произойдет это в сентябре или в октябре или в ноябре или в декабре, пока мы не знаем, да. И вот как раз пока на текущий момент те триггеры, которые появляются на рынок, они как раз подталкивают то, что рынок пока растет, да. То есть мы это видим. Практически каждую неделю обновляется локальный максимум по S&P 500. То есть пока эта тенденция сохраняется. Но как это часто бывает, все сложнее и сложнее набирать дальше ход. И любой негатив, да, который там может произойти на рынке, он может привести к коррекции. Плюс также есть еще, мне попалась новость по поводу байбэков. То, что Байден хочет ввести дополнительный налог на байбэк. А мы знаем, что, например, Apple очень часто проводит байбэк, что в свою очередь как раз позволяет расти акциям компании Apple. Что в свою очередь приводит к росту и индекс S&P 500, да, так как это одна из самых дорогих компаний на текущий момент. Также индекс NASDAQ, также индекс Dow Jones, так как Apple туда входит. Но Байден хочет этим самым наполнить бюджет для своих триллионных проектов. Поэтому здесь вот подобные действия, которые не дадут вот такими способами также давать компаниям расти, они могут, опять же, негативно повлиять на текущую ситуацию. Поэтому, как вот резюме вот от того аналитика, который как раз была эта статья, то, что иметь там 15-20% кэша на счете, да, или не покупать сейчас что-то, да, или из каких-то акций, которые там показывают свой локальный максимум, из них выходить. Ну вот точно так же я показывал в прошлом видео, я зафиксировал там по ЦИСКО, да, то есть там я не ожидаю для себя какой-то сильный рост, но вот те акции, которые там подобрались к моим историческим максимум, да, в них вполне может быть коррекция. Я зафиксировал там часть, ну в данном случае всю позицию там по историческим максимум, да, если будет еще коррекция, просто перезайду, да, то есть логика она такая. Но это уже более спекулятивно, да, то есть если вы там долгосрочный инвестор, то имеет смысл там просто держать и не обращать внимания там на коррекции 15-20%. Если вы планируете держать акции там этой компании там 5 лет, 10 лет, то подобные колебания, они не самые удобные, да, в данный момент. И, собственно, здесь я просто для себя привношу свою инвестиционную стратегию, да, так же часть и трейдинга, да, то есть это мой подход. Вот, и еще также по Pfizer здесь была также информация о том, что Pfizer как раз вот второй шот, который уже после первой вакцины, да, должен быть, его, он будет готов к 20 сентября, да, как и планировалось. Но, соответственно, Moderna здесь может немножко просрочить вот этот релиз, поэтому здесь, ну, для удержания Pfizer тоже это может выглядеть неплохо. Особенно сейчас Pfizer скорректировалась от тех локальных максимумов, которые были, и на этой коррекции также можно пробовать, если вам вы не добавляли акции этой компании или планировали их себе добавить, то сейчас также неплохие уровни для того, чтобы в них перезайти. Ну, собственно, вот этот анонс был Антони Фауччи, да, то есть доктор, главный эпидемиолог США, да, который как раз про это проговорил, то, что как раз Moderna может не пройти одобрение в FDA, да, а вот Pfizer на это как раз шанс гораздо выше. Теперь давайте посмотрим, что у нас происходит по новостям, ну, как я уже сказал, то есть сегодня в США, ну, и также и в Канаде рынки закрыты, поэтому сегодня, ну, практически нет каких-то новостей, ну, по крайней мере, нет значимых новостей. Во вторник будут данные по еврозоне, изменение занятости, будет опубликовано также изменение по ВВП, но оба показателя остаются на прежнем уровне в сравнении с предыдущим показателем. В среду число открытых вакансий на рынке труда будет опубликовано, также решение Банка Канады по процентной ставке, пока здесь не ожидается также изменений, И в четверг также выйдут данные по еврозоне, это решение по ставкам Собственно здесь тоже пока никаких изменений не ожидается Ну и пройдет пресс-конференция ЕЦБ по денежно-кредитной политике Также в пятницу уже выйдут данные по ВВП в Великобритании Они будут опубликованы как по месячным, так и по квартальным И по месячным здесь тоже ожидается на текущий момент небольшое снижение Что они выглядят довольно-таки позитивно Опять же здесь очень важный момент, что ВВП, ну опять же эффект низкой базы То есть он очень сильно упал в 2020 году Сейчас он фактически уже туда восстановился То есть темпы роста были хорошие Держать точно такие же темпы роста вряд ли получится Поэтому здесь в любом случае будет какой-то плюс-минус Это не только по Великобритании, это релевантно практически по всем странам Теперь давайте посмотрим, что у нас по ключевым инструментам Начнем мы как всегда с евро-доллара и по данной валютной паре Здесь у нас тенденция восходящая пока продолжается Мы подошли к максимальным значениям, которые мы видели в конце июля-начале августа Это уровень 1.19 Здесь я для себя тоже планирую пока шортить То есть как раз я бы делал это еще и раньше Но сигналов для входа в мою позицию как раз не было Но они появились сегодня То есть сегодня уже евро-доллар закрепился ниже максимума, которые были сформированы в пятницу А в пятницу уже вышли все данные по рынку труда И на дневном таймфрейме То есть вот как раз такая фигура Она является таким довольно-таки неплохим предвестником разворота Для тех, кто как раз рассматривает паттерны У нас по четвергам два раза в месяц проходит вебинар по price action Обязательно найдите его расписание, зарегистрируйтесь И там как раз подобные фигуры, подобные подходы, они рассматриваются Поэтому здесь я для себя тоже поставил отложенный ордер И если мы скорректируемся примерно на 60% от того движения, которое у нас было в пятницу То в эту позицию я бы вошел как раз по локальным максимумам Вот sell limit у меня ордер стоит То есть в эту позицию как раз я сейчас для себя рассматриваю По паре британский фунт, американский доллар Здесь тоже ситуация похожа Единственное, что мы дорожили не до максимума, которые были в конце июля-начале августа А примерно к тем уровням, которые были в середине июля И отсюда также коррекция может последовать И опять же если сформироваться сигнал То здесь я тоже для себя перезаход рассмотрю Так как я входил в продажу здесь фактически уже два раза Пробовал проходить, но цена уходила все выше и выше Опять же такое тоже может быть То есть нащупывает область сопротивления Первые два входа успехом, что называется, не уменьшались Вышел я здесь по стоп-лоссам Но опять же чем выше мы забираемся, чем сложнее будет преодолевать Вот как раз здесь такая область сопротивления сейчас у нас уже формируется По паре американский доллар, канадский доллар Здесь опять же покупки все еще остаются в силе Все еще остаются релевантны Мы немного просели с тех уровней, которые были как раз в конце августа И здесь я тоже для себя планирую рассмотреть тоже повторный перезаход Я открывал опять же несколько раз здесь позицию Но цена уходила все ниже и ниже в данном случае Поэтому здесь я Здесь я для себя тоже эту ситуацию рассматриваю Особенно если цена сможет закрепиться выше максимума Которые были как раз сформированы в пятницу Будет закрепление выше данного уровня Будет коррекция И в эту позицию тоже перезайду Как раз на укрепление американского доллара С целями роста примерно в область тех максимум Которые были как раз в августе И соответственно в июле То есть примерно до области 1.28.32 Но это такая среднесрочная цель Поэтому вот еще один инструмент Который я планирую для себя торговать на этой неделе Пара американский доллар, японская иена Тут на самом деле ничего не меняется То есть все еще вот этот боковик Который уже практически второй месяц у нас сохраняется Поэтому здесь пока никаких идей для себя не рассматриваю Только если цена зайдет или в область 110.70 111, да, верхняя граница Или нижняя 108.90, 108.50 Оттуда будут смотреть или шорт, или покупки Но пока здесь без сделок По паре австралийский доллар, американский доллар Вот здесь довольно-таки То есть фактически ломается тот нисходящий тренд Который у нас был Но опять же история видит то, что цена может и вернуться обратно И показать новый минимум, да, то есть от этого здесь никто не застрахован Но то, что мы видим, то, что цена находится на экстремальных значениях Это, ну, факт И какая-то коррекция, пусть и, там, может быть не в область 71 Но, по крайней мере, до области 73, там 73.50 здесь может произойти Поэтому тоже еще один инструмент, где я шорты для себя пока бы тоже рассматривал По крайней мере небольшим объемом И с вероятным как раз переворотом на продолжение роста Да, если данный тренд как раз поменяется Такая же картина у нас с новозеландцем То есть мы видим, что цена пробила, да, экстремальные значения Сейчас можно начать корректироваться То есть такая техническая коррекция, на которой тоже можно прокатиться Но опять же здесь нужно быть готовым, потому что тренд может поменяться То есть та ситуация, которую мы, собственно, видели И когда у нас началось там нисходящее движение Поэтому пока здесь, с одной стороны, мы видим признаки того, что покупатели становятся сильнее То есть разгон был довольно-таки быстрый Там с последних чисел августа до начала сентября То есть мы фактически вот отбили все то падение, которое у нас было в течение последних двух месяцев И мы очень также можем скорректироваться здесь Поэтому здесь тоже, ну, рассматривать для себя продажи здесь я рассматриваю Но нужно делать это крайне аккуратно Золото Золото тоже сейчас торгуется в области сопротивления Что также выглядит довольно-таки интересно Уровень 1833, то есть как раз вот где у меня зеленая линия поставлена И в принципе с этих уровней коррекцию здесь тоже можно ожидать То есть мы видим, что цена от этого уровня отбивалась уже несколько раз Опять же, это не факт, что мы отобьемся и в этот раз Но если сформируются как раз признаки с точки зрения технического анализа То, что цена начинает двигаться вниз То по золоту шорты я бы тоже для себя рассмотрел А для того, чтобы это произошло Я дождусь закрытия, соответственно, сегодняшнего дня И посмотрю, как торговля будет идти во вторник и в среду Если мы перепишем минимум предыдущего дня Который для меня был бы показателем как раз уровень торговли понедельника То в этом случае шорты по золоту я бы для себя тоже рассмотрел Ну а с точки зрения индексов здесь мы видим по DAX То есть торговля была довольно-таки неактивна последний месяц Но тем не менее сегодня уже DAX переписал максимум, который был сформирован на прошлой неделе И начинает восстанавливаться То есть здесь уже пока с точки зрения часового таймфрейма Более вероятное продолжение роста Опять же перезаходить сейчас Ну я понаблюдаю за DAX Если будет еще одна коррекция Возможно поставлю чуть ниже отложенные ордера И попробую перезайти как раз вот в данную ситуацию с DAX Для того, чтобы как раз прокатиться на том, что DAX у нас сейчас существенно остает от того, где у нас находится S&P 500 Если S&P 500 торгуется по локальным максимуму То есть последний максимум был обновлен в пятницу То DAX до этого еще далеко И вот как раз здесь мы можем вполне вероятно пройти еще там 1-1,5% Если будет еще одна коррекция То есть не с текущих уровней Если будет еще небольшая коррекция в рамках внутридневной торговли То опять же эту ситуацию можно будет рассмотреть Тем более, что мы находимся достаточно близко к данному мувингу Который показывает такое среднее значение по данным акциям Покупать вблизи этих уровней или ниже них Выглядит тоже довольно-таки интересно Хотя в этом случае у нас мы видим, что S&P 500 крайне сильно отдалился от этих значений И здесь, конечно, покупать я не буду По нефти Нефть марки Brent сегодня также у нас в понедельник начинаются коррекции Хотя прошлая неделя у нас была под знаком Сначала мы начали с негативной зоны Затем нефть показала максимум за последний месяц Дойдя до отметки 74 Сегодня мы опять обновили минимальное значение, которое было сформировано в пятницу И рост у нас несколько затормозился Поэтому по нефти здесь нужно быть аккуратным Ну и вот, как я говорил Dow Jones, он пока не обновил локальный максимум Но тоже близок к этому И если посмотреть по NASDAQ То фактически вот еще один инструмент Который показал обновление исторического максимума На прошлой неделе И тоже сейчас мы торгуемся Опять же, ну уже выше максимум Которые были в пятницу Но еще ниже тех максимум Которые были в начале сентября Поэтому импульс пока здесь тоже сохраняется позитивный Но опять же, становится страшно Здесь это покупать Конечно, здесь нужно ждать коррекцию Для того, чтобы как раз в этот инструмент Ну и, как я сказал То есть, если резюмировать ситуацию на текущий момент С одной стороны мы видим S&P 500 на локальных максимумах NASDAQ на локальных максимумах Мы видим не очень хорошие факторы Не могу сказать, что совсем негативные по рынку труда Но опять же, коррекция может произойти И, как всегда Я, наверное, говорю это уже практически каждое видео Потому что, действительно Когда произойдет какие-то изменения Именно в денежно-кредитной политике То есть, со стороны ФРС Начнут снижать объем выкупа То есть, сворачивать КУИ Будут говорить о повышении процентных ставок То, конечно, это может негативно произойти Отразиться на рынке В том числе, инфраструктурные проекты Байдена Да, вот как раз у нас на этой неделе Завтра будет вебинар с ФУАДом Где мы будем разбирать, какие акции Какие компании могут выиграть от этих проектов Но в том числе, если он, например, ведет дополнительный налог На байбеке, да, или на зарплаты Скажем так, руководство компании То есть, обложить это дополнительным налогом Ну, зарплаты не в такой мере Но если будут какие-то дополнительные вещи с байбеками Компании примут решение, что байбеков будет меньше То есть, соответственно, это не будет давать дополнительное топливо Для роста бумаг Которым как раз сейчас байбеки являются Поэтому наблюдаем за рынком Неделя тоже может быть довольно-таки интересной Поэтому не забудьте поставить лайк видео, если оно вам понравилось Вопросы, как всегда, оставляйте в комментариях Но мы с вами увидимся через неделю И посмотрим, что происходит на рынке Что важно И еще раз проговорим ситуацию, которая сейчас на рынке Всем спасибо за внимание и до свидания